всем привет большинство скорее всего знает что движок 5.0 вели какую-то допустим метасаунд то же самое но зачем ей пользоваться если имеется еще и старая система sound cue то есть которая в принципе везде используется но сегодня мы посмотрим метасаунд потому что в ней скопилось несколько приятных полезных штук которые мы в будущем будем смотреть и изучать а сегодня будет простой вводный урок как создавать все это и что там есть необходимого по минимуму если у вас старый движок у меня в данном случае 52 она изначально включена если у вас не включен вы заходите в плагины и пишите метасаунд включаете галочку перезагружаете движок если необходимо и уже здесь в контент браузере входите в аудио метасаунд source создается метасаунд давайте так и оставим название метасаунд source зайдем в него здесь имеется входящие так скажу петля финишная петля и петля звука есть несколько введенных приколюх по сравнению даже с 50 здесь уже ввели то что метасаунде можем зайти в настройки до главные настройки кроме моно и стерео у нас и здесь появилась квад 5171 ранее такого не было но сейчас они ввели и видим отрабатывают все эти звучание так скажем эти выходные форматы если у вас стоит моно у вас один выход если вы же вы поставите допустим стерео у вас появится левый правый выход если же вы поставите допустим то же самое 71 естественно появится левый правый фронтальные левый правый задние центровой фронтально ну короче в общем куча всяких дополнений это конечно надо все прям мучиться изучать но в данном случае мы будем пока пользоваться именно стерео так как это нам придаст большую градацию так скажем по звучанию вы то есть вы можете отдельно управлять левым каналом правом канал наушниках в данном случае я сейчас в них сижу чтобы прямо конкретно слышать что будет воспроизводиться и как как и soundq то есть здесь также можно вызывать wave файлы да тоже также они будут подразделяться но зависимости от выходного параметра до который вы выставили в настройках вы выбираете в данном случае мой стерео вай файл чтобы у меня было два выхода вот как раз таки они здесь подключаются финиш вы подключаете он финишит если вам необходимо чтобы звук закончился данном случае пока мы сейчас подключим это все ну и чтобы у нас воспроизводился звук мы выбираем именно звуковой файл который нам необходим представим что вот это звуковой файл у нас будет воспроизводиться также есть стартовое время начала да то есть с того момента в этом звуке с какого нужно воспроизводить если наш звуковой файл равняется представим что двум секундам вы можете здесь указать что начать с 0,5 секунд допустим либо с одной с первой секунды этого файла далее естественно пич как и sound cue также есть луп повторение нашего звукового файла здесь тоже самое тоже только луп с момента какого и необходимо да то есть но и duration здесь уже можно почти ли не отрезать вот если вы наводите здесь полное описание необходимо перевести и конкретно прочитать за что это отвечает то есть если мы сейчас нажмем воспроизведение мы воспроизвели этот звук на левый и правый канал одновременно также имеется некоторые плюшечки здесь вы можете создать дэвэй он подключается к нашему каналу и допустим правый мы можем воспроизводить как нам необходимо а на левом мы подадим три секунды отсрочки так скажем временного отступа и что у нас так давайте он финиш этот ключ и может быть из-за него немножко притормажь так да вот из-за него к сожалению притормозила потому что у нас первые правый отыгрался и отыгрался так скажем но да он финишит данном случае мы ее пока отключим то есть правый канал у нас сразу отыгрывает и треть и левый канал через три секунды имеется некоторые нюансики типа допустим мы можем добавлять граф да то есть игра в input данном случае мы добавили виде флота чтобы изменять сам пич также вы можете добавлять их вот сюда нажав клавишей плюс и и вытаскиваем данные скажем но это мы не то вытащили вот это наш пич shift который мы создали прямо отсюда а это наш input который у нас создался лишь нажатием здешней клавиши также имеется именно которую вы можете менять тип здесь большое количество типа которые вам необходимо уже в выходном формате также можно представить виде слайдера либо вертикального горизонтального либо наш этой крутилочкой здесь тип звукового до линейный так скажем в герцах и в звуке то есть децибелах линейный у нас отыгрывает от нуля до единицы это стандартное значение вы можете его изменять до какого вам необходимо представим что от нуля до 250 либо от 50 до 250 но представим что вот так ну здесь уже балуйтесь но и дефолтное значение какое вам необходимо вы можете ввести от 50 до 250 а дефолтное значение поставить 100 вот такие вот плюшечки ну и также кроме такого вида можно выбрать граф в рейбл то есть в виде переменной обычной с помощью которой вы можете сразу настроить значение равным данным и значением также ограничить его в определенных параметрах от 0 до 650 . зажать да давайте пока это мы отключим ну и здесь в чем прикол этого sound cue вы можете создавать несколько видов звуковых файлов представим что нам необходимо после воспроизведения данного звука воспроизвести следующий звук то есть мы подаем он финишит play другого звука и далее выбираем какой необходимо так и у меня начинает и глючить клавиатура с мышкой рису пришлось перезапустить движок чтобы нормально отрабатывала почему-то у меня начинает подглючивать это со временем и здесь мы выбираем какой-то другой допустим другой звуковой файл и по окончании этого уже закончить воспроизведение вообще всех звуков данного sound source а но единственная проблема если вы будете подключать уже выходной сюда то есть если вы не подключите на эти выходные значения у вас этот звук не будет слышен но когда вы подключаете одновременно 2 он прерывает предыдущий для этого необходимо микшировать набираем миксер здесь есть у нас моно миксер стерео миксера и как видите и является еще и в скобочках определенная цифра в данном случае нам нужен 2 потому что мы объединяем 2 звуковых файла если мы выберем 3 здесь у нас уже будет 3 входящих так скажем звуковых сигналы но и мы по сути их тоже можем использовать проблем как бы и нету может быть и подглючит может быть и не подключить и здесь мы уже должны корректно все подключить ввести ну и здесь у нас имеется гейн по сути такая система образно если у вас одновременно воспроизводится этот и этот звук гейн будет решать такой звук будет происходить так скажем громче чем предыдущий но в данном случае мы их оставим по единице максимальное значение и воспроизведем но как вы видели у нас на линиях показывается воспроизведение и наш трехсекундный отыгрывает самый последний потому что первый отыгрывает 2 отыгрывает и потом снова первый с помощью нашего левого канала отыгрывает еще раз третьим уже здесь есть небольшие вот такие вот нюансики но в этом-то и прикол метасаут а на этом все до скорой встречи всем пока